Ну что, ребят, последний день в польской школе, а точнее последние два дня, да, имеется в виду в этом году, конечно же, но кому какая разница? На улице такая жара, я не знаю, а я... Согласна. Вот этот вайп, в окончании года, когда уже никого нет. Имя и назвиска тоже в Сушах. Ээээ, кстати, в украинской школе не было такого. Карта Убекова, типа надо ходить везде и спрашивать, нет ли у тебя задолженности. Ладно, пошли. Итак, первая в списке библиотека школы. У тебя есть задолженности в учебниках? Нет. И у меня нет, тогда нет проблем. Всегда учебнику я не брала. Не брала учебников? Мне интересно, что надо делать в холле спортовой. Ногу не сломал, мяч вернул бы все. А если я не брала мяч? Ну, кто знает. Не брала. Ладно. Вещь, за которой я буду скучать, это вот эта женщина. Я любила кофе отсюда. Он иногда монетки не принимал, так что... Ну да. Восемь из десяти. Угу. То есть уже вообще никого нет в школе. Школа пустая. У меня миллион эмоций сейчас. А дайте почему. А я вам скажу. Каким-то чудным образом получилось так, что в этом году я ученик самой высокой средней в школе. Что? И мне будут платить стипендию. Ну, вообще, что? Выпьем за это. Какао. И мне так аж аккомплименты были, что типа я молодец и я заслужила. Это очень приятно. Я дома. Я приехала с школы. И теперь я могу вам рассказать то, что я хотела рассказать. Как я училась в этой школе. Ну, в смысле, как? Ну да. Как? Что я буду делать в следующем году? Как я закончила эту школу? Хотя вы уже знаете. Что еще? Ну и все. Начнем с того, что обучение в польском лицее длится 4 года. И вот первый год я уже прошла. Но это был не обычный год, а как бы год в классе Пшеготова в Чей. Весь этот год мы учили польский язык. То есть у нас помимо польской литературы была еще польская грамматика, чего в обычных лицеях. Нет. Теперь я знаю польскую грамматику. Всю эту неделю я не ходила в школу, потому что это уже конец года и туда никто не ходит. То есть в школе уже пусто. Буквально там, не знаю, несколько классов еще посещают занятия. А сегодня я там была для того, чтобы подписать какие-то бумажки по типу там, занесла ли я все учебники в библиотеку, нет ли у меня каких-то задолженностей у медсестры. Не знаю, называйте. Карта убегова. Встречаюсь с этим первый раз. Ничего нет сложного, просто ходите, учителя там печатки ставят, подписывают что-то и все, и вы уходите. Но, как я уже сказала, каким-то боком получилось так, что я ученик самой высокой средней в школе. Этим можно гордиться. В польских школах система оценивания от 1 до 6, и моя средняя составляет 5,53. Ну и в связи с этим я была номинирована на получение стипендии от научной Рады Министров. Я немножко, а чуть-чуть офигела от этой новости, но была очень рада. Потому что мне будут платить деньги. Это мне не круто. Это очень круто. Я вообще рада. Ждем. Ну и все. Как оказалось, мне будут выплачивать это аж с сентября и там как-то каждый месяц по какой-то там сумме, я еще не знаю. В следующем году я бы хотела попробовать пойти в другие школы, более лучшие, более хорошие. Не знаю, получится ли у меня туда как бы достачь, типа поступить. Но я попробую. А завтра идет урочисты, закончение уроку школьного. Ну как урочисты? Нам просто дадут диплом. Ну как дипломы? Ну да. Да, дипломы об окончании года, что вот мы молодцы, либо кто-то не очень молодец. Нам выдадут дипломы, мы там что-то поговорим, попрощаемся и все. Ключики от шкафчиков я уже отдала. Я уже не владею тем прекрасным желтым шкафчиком. Я, конечно, знаю, какие у меня оценки, но все равно хочется посмотреть на мой диплом. Завтра тоже хочу приорититься, все это снять. Я думаю, будет прикольно. Тут, кстати, по-моему, если я не ошибаюсь, нет таких линей, как у нас, тут что все выходят, на жаре стоят, там, ужасно. Нет, тут просто как-то это все по часам распределено, чтобы завтра идет такое-то время, такой-то класс, и все. И мы забираем, уходим, все. И так как-то это более организованно, что ли. Что хочу сказать. Обучение именно в этой школе, я училась в 15-м лицее, было целким споком. Ну, типа, нормально, не было чего-то супертрудного, либо чего-то суперлегкого. Ну, просто обычное обучение, такое нормальное. Мне понравилось то, что очень проработана, хорошо построена связь между учеником и учителем. Это не было как, допустим, в Украине, что учитель, это вот строго по иерархии стоит кто-то, нет. Иногда мне казалось, что вот наш классный руководитель это вообще мой друг какой-то, не знаю, вот прям очень хорошие отношения были, поэтому это меня радовало. И так, кстати говоря, было со многими учителями, не со всеми, некоторые были реально отбитые, это, я думаю, было из-за старости, вот. Но так большинство были вообще очень хорошие учителя, мне понравилось. У меня был суперский классный руководитель, он был вообще вот такой дядька. Буду за ним скучать, ну, короче, да. Есть ли смысл поступать в Польшу? Думаю, да. Как минимум за вот этим человеческим отношением к ученикам, потому что в Украине я такого не наблюдала. Увидимся завтра уже с дипломом. Забавно то, что сегодня в день вручения аттестатов я встала позже, чем вручение началось. Я встала в 9.52, вручение в 10.45, да, и ехать полчаса. У нас было лучше учиться по-немецки. У нас было лучше учиться по-немецки. Да-а-а. Вокация. Пока! Я надеюсь, в следующем году я буду в другой школе. Не потому что мне тут не понравилось, просто потому что почему бы нет. По крайней мере, в факи мы не тычем. Боже! То есть, окей, вы закончили школу, вы тупые, в этом никто не виноват. И вы тычете в школе факи, да? Ребят, школа не виновата, то что вы тупые. Пай!